красавица у нас весна блин я такая делась потом думаю блин а я не замерзла смотрю 17 градусов солнце даже думаю что мне будет жарко я влезла в свою курточку тоже старая которая больше кроме того что я влезла она застегивается подожди . она еще и застегивается даже думаю что может быть мне будет жарко ну не знаю в общем ладно пошли соня куда мы едем или домой да кто-то на айфоне цвета какие-то хорошо в общем едем ксении на пасхальный завтрак мы не успели так тепло весна прям реально весна пришла а видишься в очках что-то казалось надо мне постричь корни я хотела еще походить месяц и потом но не могу уже смотреть вот это вот сухое мертвое не надо чуть-чуть подстричь все таки сколько моей жизни было этих самолетов никогда не угадаешь где же он не приземлиться я мальчу за эти буковки цифры лечу на этом кресле прямо в новости давай я позвоню тебе еще раз помолчу улыбаемся друг другу я пытаюсь справиться с обрушившимся небом я никак не слабочетно тут такие перестрелки я молчу и леет парус одиноко дурачок он ничего не понимает корабли имеет сердце и возможность выбирать и погибая улыбаться мы с тобой еще немного и взорвемся но я никак не научусь остановиться разгоняюсь загоняюсь как опущенная птица хорошо я буду сдержанный взрослый пошел и значит что-то поменялось я люблю твои запутанные волосы давай я помогу тебе еще раз помолчи люблю твои запутанные волосы давай я помогу тебе еще раз помолчи ну как ты там я ровно год искала повод чтобы написать о том что ты все так же дорог череда дорог но ни одна не ведет к тебе свидетельца только нет на этой земле ну как ты там все так же куришь одну за одной балуют ли тебя женщины красотой здорово а мне вот чтобы тебя забыть на минимум век жить плечный путь разлияет нас только не уснуть не закончив рассказ и я пролечу тысячи световых цвет чтобы сказать привет просто сказать привет не садись на ворота крылья черные свои поломаешь на моих воротах острых коль я сама знаю милая не летай под окошком не дросни меня и так больно мне в собою улететь пташкой на волю на волю на волю на волю на волю на волю ласточка смотри костры в поле не помнили то горят травы не помнили то звонят кулакал и так рвана знаешь милая в груди тяжко за воротами стоят люди кто там едет свадебная упряжка да не люби 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 логанда достаточно нам не вершим словам тем кто разносит по дворам людская маньва какая разница допустит хоть сто раз права если в любви нашей случился конкретный провал ты сам себе враг ты сам себе друг и вся наша жизнь словно замкнутый круг посуду ломать полночек вечерать и когда попросим виды суть не молчать мы ведь это уже прохватили ругались смирились на съемной квартире в нашем маленьком мире случился пожар и пожарники все затопили а помнишь кофе три в одном и вы на кухне рано утром только вдвоем как в той старой песне мы будем вместе и я куплю тебе дом вокзалы и аэропорты предубеждения и гордость когда комок где-то в горле и кончились все слова а помнишь или так просто на белый кеда криполовский и мы пекали тот воздух с крипусом бачен франк мне правда жаль что ты не прочитаешь ни одной из написанных ною строчек впрочем родители не выбирают я бы не хотела но я твоя дочь мама говорят любила тебя без остатка превращала в достоинство твои недостатки остался вопрос почему она ради тебя подсела а ты ради нее не бросил представляешь папа как летят года мне сейчас примерно столько сколько ей тогда и мне правда жаль что ты не услышишь как я слышу эти слова в четверо стичь я зажила это рано но сколько сил зажива ты себя заживо покупил каждого касается каждого однажды вспомнишь что под нас но я чему важно обжигает лесом и бросает крошь говорят что от тебя не уйдешь но ты можешь ты можешь ты можешь еще не поздно решить что для тебя дороже еще один день и я не закричала на рассвете что нет тебя но еще один день и я знаю причалы вот такие огромные тут тюльпаны они просто огромные на видео не видно но это офигеть не туда нельзя только да пойдем дочка красивый это нарцисс надеюсь тебе такой никогда не встретиться очень красиво это что за ножки 7 специально для меня нет это поцелуй сонечку поцелуй поцелуй сон поцелуй я тетя это тело стесняешься ну заходи всем подарили это кто подарил а там будет гонять туда ну пойдем так она а ты один посмотрите на эту белочку посмотрите на этого пупса да это вообще-то такая смешная посмотрите на эти ножки мне кажется соня теперь такую большую радость посмотрите балерину я не могу с детских ножек это радуга класс офигеть это наши дети классики и это 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 и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д아요Torzok ДimaTorzok Ну вот на тот, который я рассказала, что мне не привезли машину. Какие планы? Я сейчас пойду уберусь, Соня уже не стала напрягать. Уберу ее игрушки и сяду помонтировать. На самом деле, я бы сейчас икла спать, но еще рановато, поэтому я помонтирую. Завтра у меня с утра массаж, потом мне надо заехать в аптеку, мне надо заехать к врачу. В общем, начинаются дела. Завтра у нас вторник, сегодня у нас еще выходной. И завтра я везу Соню пораньше в садик, к 9, к завтраку. У нас такой пасхальный завтрак. Родители закупились там, я вот рыбку принесла, кто-то там булочки, сыр и все такое. Будет у них совместный завтрак. Ну, как бы у них каждый день совместный завтрак, но я ее вожу к визу после завтрака уже. И на завтрак у нас тоже приводят каждый свое. Меня спрашивали, зачем ты даешь ребенку еду с собой. Здесь в садиках не так, что везде, в любом садике трехразовое питание. У всех по-разному. Зависит от земли, зависит от сада. В нашем садике, например, есть только обед. Только обед, завтрак надо приносить с собой. Поэтому я вообще не вижу смысла везти ее к завтраку. Это для меня рано. И плюс, раз все равно тебе надо с собой что-то давать, то мне проще покормить ее дома, чем тут готовить, что-то давать с собой. Вот. И у нас полдник. Как бы мы должны давать с собой, но получается, что раз в неделю... Они на полднике, в основном, фрукты едят. И у нас раз в неделю какая-то одна пара родителей или один родитель закупает на всю неделю фруктов на всю группу. И вот. Получается, тебе не надо каждый день думать. Ну, если ты хочешь, чтобы она что-то там еще, какой-нибудь перекусик съела, то можешь дать с собой коробочку. Вот. Конечно же, гораздо удобнее было бы, если бы там было и завтрак, и обед, и полдник. Вот. Но в этом садике так нет. Не знаю. Можно, конечно, это обсуждать, так как тут садики все не такие уж и большие. Да, это все можно на совете обсуждать. Если все будут за, наверное, сделают. Ну, походу, всех так устраивает. Не знаю. Ну, короче, как-то так в нашем садике, поэтому я и даю еду с собой. Красота. Просто красота. Все-таки люблю я цветы. Все-таки люблю. Хочу закончить на этом влог из моих выходных дней. Хочу закончить на этом влог из моих выходных дней. Заканчиваю. Монтирую сейчас это видео и иду спать. И мне до этого хотелось закинуть стирку. Как хорошо, что я этого не сделала. Я вовремя себя остановила, потому что я знала, что я сейчас долго просижу за монтажом. И потом буду проклинать себя, что вместо того, чтобы пойти спать, мне надо еще развешивать белье. Сделаю это завтра утром. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписан, подписывайтесь. И увидимся в следующих видео. Всем пока.